всем привет с вами светлана и я думаю сегодня у нас будет реван вчера я только из-за отсутствия полотенца не купалась сегодня буду купаться но при одном условии если вода будет чистая потому что я не знаю какая вода даже если она будет 22-24 я буду купаться но если она будет грязная мутная то купание я отложу я в купальнике уже в принципе давайте выдвигаться какой пляж я не знаю но разрываюсь между пляжем ажепсин и пляжем диким ну приехала я не на дикий пляж это у нас пляж глобуса здесь гастробархан между лок витязем находится и между последней асфальтированной дорогой у нас витязева в поселке улица славная кстати здесь смотрите так редко здесь бываю что тут уже столько настроено рядом с этим гастробарханом вся эта линия наверное эта улица скифская будет продолжаться ведь она вся застраивается со временем я чувствую здесь вообще будет людей битком на это были одни из самых диких пляжей то есть я даже раньше как-то и не особо на дикий ездила старалась сюда приезжать потому что здесь мало было людей видите в основном здесь на машинах приезжают люди ладно что поделать индустриализация вот такая вот движуха тут происходит все бить из его строится сносится строится это без конца без края обсуждать нет смысла хотела вам пожаловаться у меня произошло похудение но не в тех местах где ожидал ой блин это только девочки поймут ушло то что мы отчаянно хотим чтобы у нас росло мест на сегодня вот из-за того что было ту пасмурная погода то теперь солнечное смотрите как у нас ярко до заката 1 час остался знаете как все высоко солнце и вот сегодня у меня была головная боль но и мне кажется у всех метеозависимых людей у меня вообще сужены сосуды я колебания атмосферные эти все очень хорошо ощущаю если одна видеть не буду это будет проблемным но по крайней мере надеюсь что мы с вами сегодня поплаваем вижу проход для людей оставили это здорово хоть и пляж загорожен и все равно есть проход к морю и можно также простым смертным сюда приезжать и купаться в воде я смотрю вообще почти никого нет вот мне просто интересно опять с чем это связано или может быть отсюда просто не видно сколько людей в море ну есть конечно купающийся но мне почему-то кажется либо море похолодало либо море грязное это у нас пляж аврора видите прямо прям вплотную но есть проход и он кстати до конца почти до самого пляжа с деревянным настилом единственное что я вот сейчас буду думать куда вещи кину наверно где-нибудь здесь все-таки в воде есть люди это радует но я не вижу дна опасения номер один оправдывается дна я все также не вижу за это время пока я шла могу вам уже температуру воздуха показать 29 да вот показала как он есть давайте разденемся и пойдем поплаваем нет все-таки там была вчера вода почище ну ладно не знаю люди он купаются вообще не не парит просто вода немножко грязная может там конечно подальше будет почище и прям даже не хочется заходить ну ладно что я как будто раньше я в плодофоре не купалась ведь здесь маленькие медузы тоже уже появляются стали а вот здесь почище я здесь даже песок вижу ой вода хорошая хорошо что сегодня полотенце захватила вода шикарная поплаваем наконец-то ну как я плавать не умею вы знаете мне там пишет ой ты не плаваешь но действительно я просто стою в воде двигаюсь в воде вот это будет честнее и правильнее с точки зрения если терминология плавать я вообще чуть-чуть умею плавать но с камерой это очень неудобно поэтому можно сказать я вам показываю погоду из воды но так будет более правдоподобно и полностью окунаясь при этом во все вот это дело опять здесь идет отмель попадаются вот эти вот куски тины да вот водоросли этой прям целыми плантациями но все я походу намокла сушь а откуда тут такая большая волна взялась вроде как не было вот еще ладно теперь спинку вот мои вещи чем я думаю сейчас мы не одни будем с вами купаться сегодня ну вообще в воде мало людей не знаю почему вода теплая прикольная вообще в такое время купаться мне кажется самый кайф освежает вода я честно перегрелась чуть-чуть в машине пока сюда ехала ой да наконец-то окунаемся а вот это здесь чистая хорошая специально далеко не отхожу вот это кайф вот поплаваю наконец-то ура я плаваю редко но метко вот сегодня я как знала взяла полотенца кайфы сумка моя там с людьми стоит все отлично контролируется на самом деле чем больше семейных людей тем проще на самом деле оставлять вещи но я объясняю даже ценности никаких с собой не вожу поэтому мне вообще все равно ну крадут они там чего там что там воровать паспорт и все паспорт всегда со мной потому что мало ли что-то случится да не дай бог мы все как говорится не бессмертные поэтому чтобы проще было случай чего меня идентифицировать ну вот так вот береженого бог бережет собой все в собой свое имею ладно давайте наслаждаться красотой что из себя до себя я кайфую сегодня реально кайфую мне очень нравится и море классная и вообще вода вот здесь вот чистенькая даже ноги свои вижу прекрасно просто прекрасно можно прыгать балкаться барахты все тут волны говорю на течение куда-то меня уносит на глубину надо поближе к буйкам кстати вон там детская зона заканчивается видите я уже даже дальше чем надо мне кажется когда выныриваю прохладнее чем когда я выныриваю прохладнее чем когда я выныриваю воде нахожусь у меня все мечта увидеть вдалеке дельфинов почему вдалеке потому что я боюсь когда они к берегу подплывают я плохо плаваю они меня еще с собой на глубину затащат не хочу не хочу я знаю что это опасно я понимаю что дельфины один из тысячи там друг человека остальные они дикие животные которые обитают своей среди обитания это мы здесь гости в воде собственно поэтому мы должны держать дистанцию от них потому что когда они охотятся они нас не замечают не видят и если даже там не укуся да или там то могут просто своими плавниками мощными вы представляете какая масса веса у дельфина даже у самого среднего даже самого маленького масса дельфина это сколько раз почти в 10 раз больше массы человека если вас просто на воде вот этой вот десятикратной массы долбанет плавником там или боком или головой это это все это вот вы по-любому окажетесь под водой а если он еще и быстро будет плыть то достаточно на глубине окажетесь вместе с этим дельфином и соответственно последствия могут быть от инвалидности до самых летальных исходов мне просто хочется чтобы люди понимали осознавали риск на которые они идут до купаясь рядом с дельфинами и может быть чуточку после вот такой информации это не бред это не ложь это не фейк не миф они начали ценить чуточку больше свою жизнь и жизнь своих близких тут у меня капелька в чем плюсы подводной камеры я прям реально сегодня кайфую прыгаю от души наслаждаюсь морем не часто мне удается это делать но сегодня такой день в Сейстан такие волны красивые к берегу прибывают эх красота что вы там ждете тебя? слушайте ну тут медузы проплывают мимо меня их немного конечно в отличие от каменных там пляжей или галичных но все-таки медузы есть ой 26 градусов вода вот серьезно 26 26 градусов ну и лепота море действительно тепло на воздухе 29 ну то есть выходишь и немножко такое обжигающая прохлада то есть уже не жарко это уже не полуденное солнце но все равно приятно и вода в целом то чистенькая но она вот там вот возле берега совсем чуть-чуть не очень а здесь нормальная вода летняя теплая вода это не кисель как бы вот 29 30 был недавно кисель но в целом тоже не холодная для меня водичка вообще отличная 26 градусов еще бы вот здесь опять появляются куски камки эх ну ладно ничего зато есть что вспомнить здесь вот опять пошла глубина опять я по пояс и вот уже выхожу сегодня купальня состоялась надеюсь в полной мере вас пустила вместе со мной поплавать вы довольны не разочарованы пишите комментарии как обычно всем рада большое спасибо всем кто смотрит мой канал поддерживает комментариями лайками но активностью на канале на этом все с вами была счастливая жена пока пока